Добрый вечер всем! Сегодня, 3 декабря, состоялось очередное судебное заседание в Железнодорожном районном суде по вопросу продления срока домашнего ареста нашему доверителю Анатолию Петровичу Быкову. Ходатайство органов следствия об этом рассматривал судья Железнодорожного суда Серебрякова Лариса Юрьевна. Я не случайно назвал фамилию данной судей имя отчества, потому что я считаю, что страна должна знать своих героев. Потому что то, что происходило в процессе, на мой взгляд, абсурдным и по-другому никак не назовешь. Мой подзащитный Анатолий Петрович Быков также прокомментировал это решение следующим образом. Ни в одной стране мира невозможно принять и такого решения, иначе как в нашей России. Ходатайство органов следствия было удовлетворено частично. Срок домашнего ареста Анатолию Петровичу был продлен до 4 января 2021 года. При этом все понимали, что Анатолий Петрович арестован и находится в СИЗО по другому уголовному делу. Но судью это совершенно не смутило. Она прекрасно понимала и отдавала себе отчеты. От нее, в принципе, даже и не скрывалось в процессе органами следствия, что то решение, которое она сейчас вынесет, его никто не собирается исполнять. Несмотря на то, что, согласно закону, все эти судебные решения должны подлежать к обязательному исполнению всеми органами, должностными лицами и вообще всеми гражданами нашей страны. Понимала это прекрасно, я думаю, судья Серебрякова. В судебном заседании защита обращала внимание на то, что Анатолий Петрович находится в следственном изоляторе. И поэтому те возможности, о которых указывало следствие, как в обосновании продления домашнего ареста, что он может скрыться, что он может препятствовать, что он может оказать давление на свидетелей, все эти вещи судья Серебрякова в судебном решении предпочла не заметить. И оценку доводом защиты о том, что нет никакой необходимости продлевать домашний арест при наличии содержания под стражей по другому уголовному делу в судебном решении просто никак не отражено и оценка этим доводом не дана. То есть суд не то, что нашел эти доводы необоснованными, он вообще предпочел не заметить эти аргументы защиты. Помимо этого, только при беглом изучении этого судебного решения я вижу следующее. Казалось бы, уже поставлена точка, в каком деянии обвиняется Анатолий Петрович. В тяжком или особо тяжком? Уже разобрались мы в том, что он обвиняется в тяжком преступлении. Но почему-то опять сегодня в судебном решении прозвучало, что Анатолий Петрович обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Несмотря на то, что еще в мае 2020 года Красноярский краевой суд в этой части изменял решение Свердловского районного суда и исключил эти обстоятельства, поскольку они противоречат требованиям уголовного закона. Продлив срок домашнего ареста до 4 января 2021 года, судья Серебрякова в своем постановлении не потрудилась указать, какой общий срок, на который продлевается срок домашнего ареста. То есть мне, как человеку, умеющему считать, и так понятно, что общий срок, с учетом времени содержания под стражей быков, продлен до 7 месяцев, 29 суток. Но судья Серебрякова в своем решении не посчитала нужным это указать, хотя в силу закона такая обязанность на нее возложена. Что остается в этой ситуации защиты делать? Защита продолжит, конечно же, защищать своего доверителя способами, незапрещенными законом, и это решение будет обжаловано в установленном законном порядке, в установленном законном срок. Единственное, наверное, что в этот раз, в отличие от предыдущих апелляционных жалоб, я попрошу суд вышестоящей инстанции вынести частное определение в адрес судей Серебряковой, поскольку столь, на мой взгляд, поверхностное и невнимательное изучение доводов защиты состоявшихся судебных актов и выводов, которых в них указаны, граничат с профессиональной небрежностью. Вот такое решение принял сегодня Железнодорожный районный суд города Красноярск в отношении Быкова Анатолия Петровича.